Христос воскресе, братья и сестры, с праздником Святого Славного Крещения Господа нашего Иисуса Христа. Также прошу помощи от Крестителя Божия Иоанна на сию проповедь, потому что касается это все, опять же, той больной, друзья мои, темы, непоминающих. И хочется сказать, что такое вытворяют люди, когда сейчас уже ясное понимание становится, что вот эти документы, почему они сатанинские отцы наши святые называли, и все, не поминающие в одно горло, как бы одно и то же, повторяют и кричат, что это документы сатанинские и так далее. Но что же я хотел сказать, они забыли упомянуть, что они не просто сатанинские, они еще и иудейские. Именно иудейские эти документы, когда люди принимают, они принимают на себя проклятие, то, что они убили государя Николая Второго. И поистине потомок от государя царь не мог никогда иметь эти документы. Он должен быть промыслом Божьим, сохранен от этого. Потому что это невозможно, если государь Николай Второе искупительство имел. А если он искупительство имел, то потомок его по крови из рода Романова должен на себе иметь отпечаток искупительства, как мы уже говорили ранее. И вот Господь сохраняет, как вы все говорите, что это сатанинские документы, еще вам подтверждаем, что иудейские, а иудейские документы крещения всегда нарушают. И вот именно Господь, если кого-то сохранит, одного человека, допустим, который потом становится архиереем, от этих документов, это же явный вид на промысел Божий. Потому что если вы говорите, что это сатанинские документы, да тем более такой сетью раскинуты, значит, сохраниться от них мог. Вы тоже можете подтвердить совестью и так и говорите. Только человек, который полностью сохранился от этого. Ибо вы говорите, лукаво, то, что тому, кому Господь открывает, что это сатанинские документы, это уже явное действие Божие. Божие. Вы же вот сами у себя так говорите. Это только открывает тем, кто попали уже в это. А я вам говорю, что Господь вот сохранил человека, и вы бы согласились, что это только промыслом Божиим. Но как только этот человек я, что вообще Господь сохранил меня от этих документаций иудейских, то вы тоже сразу же скажете, нет, 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 мы тебя не принимаем, ты вообще там с луны свалился, ты вообще грешник туда-сюда. Вот святые праведники собрались здесь, непонятные. А я вам говорю, что вы еретики, вы себе там на Афоне, вот этот Алексей Добычин нажрался вот этой вот АСД, и что творит. Отлучился от Господа Иисуса Христа и начал советовать принимать чистый паспорт. Что оттуда, вот мы, говорит, от Бога вымолили. Разве ты не знаешь, что Бог через иудейскую власть не может свой документ дать, ты что говоришь вообще? Это какая хула на Господа, чтобы вот нажраться этого, да, и не увидеть потом. Я, может быть, задеваю чьи-то чувства, но вы не выходите, я уже не знаю, как с вами разговаривать, вы же людей губите, а за людей мы будем биться, чтобы знали. Вот. Поэтому вы идите, вы там говорите, что у вас царь на Афоне, а я вам говорю, что царь не может быть, если, допустим, вы документацию имеет у вас царь, да, то, значит, тот человек, который в этом вообще живет, то есть, да, вы же те люди вокруг собрались, которые документацию имели, но потом кто-то отказался, а кто-то чистый паспорт попринимал, да, не суть важна, но вы же все имели их. Так скажите, если от этой документации вы подтверждаете, что Бог может только сохранить, то тогда кто же грешник? Я или вы? Вы меня обзываете, что я такой, но меня Бог сохранил от этого, а вас нет. Да, Он мне попускал жизни разные пройти пути для того, чтобы многих из вас потом миловать. Господь научил меня людей любить и понимать, что слаб человек. Поэтому я еще раз и еще раз вам кричу и говорю, выходите, если кто-то из вас хоть есть смелый, как же можно было за вами идти, я вообще не понимаю. Сказали и по норам, как в кусты залезли. Выходите, давайте общаться, здесь о народе идет разговор, речь идет, что вы каждый за собой кого-то ведете. Вот в чем прелесть у вас, я говорил, что вы не понимаете, почему у вас лжецарь, потому что не может быть царь православный вне Ильи пророка. А то, что говорится, Илья будет иметь на руках у себя именно, он говорится в откровении, будет на руках у себя иметь дары Духа Святаго. Через толкование святого говорится, что он крещение будет поправлять. Поэтому Иоанн Креститель, он как в силе и духа Ильи, он же крестил, понимаете? Но он водное делал первое крещение, а Илья пророк второе, именно написано в откровении. Это и есть второй предтече, они занимаются именно крещением. Вы, непоминающие, заблудились и своим житием извратили Писание само. А разве не знаете, что это Писание, кто извращает, и клятвы налагаются, и язвы, и отлучаются апостолом от Вышнего Града Иерусалима? Разве вы это не знаете, непоминающие? Хоть кто-то пусть из вас выйдет и докажет обратно. Я вот вам говорю, Илья пророк, это есть русский православный царь, одно лицо, и его Бог сохранит, он еще и потомок по крови Романовых. И это дивный и славный промысел Божий, точно так же, как и Феодосий Кавказский в преподобии Иоанн Богослов о себе сам свидетельствовавший. И это понимали прекрасно иудеи, когда спрашивали у крестителя, что именно родиться должен Илья. Они все это понимали прекрасно, даже в Евангелии записывая, они спрашивали у крестителя, не ты ли, или я, которому должно прийти. И все понимали прекрасно, что Господь по-простому в жизни все управляет, по-человечески. Итог мой, когда хочет изменяться чин естества. Вы ожидаете каких-то палачей непонятных и не понимаете, что Господь уже церковь свою сохраняет. Разве если Вы говорите, что государь Николай II Искупитель, разве Вы, когда исповедуете, что по крови Его придет помазанник, разве Вы не знаете, что Он должен на себе отпечаток Искупительства иметь, чтобы доказать истинность свою. А Господь в Писании так и говорит помазаннику истинному, не переживай, через Писание я тебя буду защищать. Господь заранее знал, что таких очень много у Вас будут, разных клеветников, еретиков, которые по-своему Писание истолковывают. Одни только осознанно, другие неосознанно. Помоги Господи всем. И Господь знал это наперед и открыл все наперед в Библии, написанной Ильи, пророки. Поэтому Господь и защищает, и сказано, что обратишься ко Мне, и в Писании найдешь защиту. Так Господь наш Иисус Христос, когда пришел, Он открыл Писание, прочитал стих, где о нем говорится, и начал толковать. Точно так же должен и сделать предтеча. Последний царь православный, это и есть Илья Пророк. Через кого сие должно открыться, тут и есть православный царь. И так как говорится, что на Илье Пророке останется, это будет единственный человек, на котором крещение будет не повреждено. Самим Писанием доказывается, что Бог этому человеку сохранит неповрежденное крещение. Самим Писанием это в Откровении написано. А вы говорите, обзываете меня по-всякому. И говорите, что не Бог со мной, а Сатана, вы говорите. Вы понимаете вообще, какой вы бред несете? И я вам доказываю через Писание, что вы еретики, ибо человек, извращающий Писание, есть еретик. Даниил Евстрати, уже сколько помазанников хулик, и не понимает, что помазанники, они все олицетворяют, как бы тень имеют. Про образ, вернее сказать, ко Господу нашему Иисусу Христу. Каждый помазанник несет какую-то миссию. И это доказывается постоянно. В Библии говорится о помазаннике Кире, который освобождал именно еврейский народ из Вавилона. Господь часто через помазанников делает, и говорит, что две масляные, через которые управляет Господь, это Царство и Священство. И ты, Даниил Евстрати, не понимая это, самого Бога хулишь, и собрал там у себя людей, которые рты пооткрывали, дослушают тебя. А я вам говорю, не понимая этого, ты хулишь вместо помазанников еще и Илью Пророка, и замысел Бога Вышнего. Ибо Господь, еще раз повторюсь, действует через две власти, Царство и Первосвященство. Вот такие, друзья мои, такое горе происходит с вот этими непоминающими. Давайте будем распространять со всей силой это слово, чтобы еще раз достучаться. Может быть, кто-то найдется из них и хотя бы выйдет на этот диспут такой, вот именно православный. Неужели вы думаете, что истина боится, когда ей вопрос зададут? Она не боится. И мы готовы отвечать вам на вопросы перед всеми. И вы выйдете, если вы Господа любите. Кто бы вы ни были, выходите. Разве вы не понимаете, что мы сейчас на такой войне находимся против... Все против нас восстали. И не мы объявляли войну, а мы лишь сказали, что нет, Бог больше не будет здесь позориться, мы будем его защищать. Вы в каждой проповеди своей, Добычин говорит, как бы постоянно программируя людей. Год за годом, год за годом он повторяет одно и то же. Мы, все по плану у нас, у нас все по плану движется, да, у них там, все у них там как надо идет. А что у вас как надо идет? Вы сидите на одном месте. То есть сидеть на одном месте, ничего не делать, это все у вас там как надо стоит. приводить к людям лжецарей. Вот я вам по Писанию доказал, что вы еретики обычные и более никто. Кто же так может сделать, разбить? Ведь сказано, что царь будет победитель. Вот и Господь дает и мне грешному, и еноху разбивать вас, и архиереям царской империи, и братьям, и сестрам нашим. Ибо у нас даже и дети воины. Вот, может быть, друзья мои, найдется какой-то непоминающий, который Господа любит и скажет Господе, но может быть, действительно, ведь ты защитил этого человека, и он не принял документацию. Как же мы, как лукавые, будем поступать? Говорим, что открывается только Богом, что эти документы сатанинские, а того, кого Бог сохранил, и в Откровении написано, что Илью сохранит Бог с неповрежденным крещением и с толкованием святых отцов. И вы сейчас говорите, что со мной сатана, и что у нас здесь мы причащаемся, и так далее, вот этого всего нечестия. Господи помилуй. Вы понимаете, какие вы хульники? Вы скажите, кто же мог вас еще за язык тянуть? Конечно же, сатана, потому что вы вознеслись до неба и начали уже судить, какой дух ко мне приходит. Да потом солнышко простое назвали, что это в виде пупка, свечение сатанинское. Какое безумие! Это обычное солнышко было, которое вам показали, но которое настолько дивно светило и сердца наши веселило. Но это солнышко было, и вы сказали, что это бесовское свечение в виде пупка, что Агейс эти, Михаил, что эти подхватили потом. Вы вот ходите, как вы знаете, распространяют сейчас вот эти вот с низменным таким качеством рогацкие всякие, да, с соответствующей фамилией. Распространяют информацию о том, что у меня судимость была такая страшная за педофилию, а это такая клевета, которая легко разбивается. И СМИ подхватили, и на этом опозорились. Почему Господь именно попускать такую клевету говорить, и легко вот так вот разбивать ее? Вы точно так же подобно сотворили, когда другие вещи какие-то за меня взяли поверхностные и начали обсуждать. То же самое. Поэтому Господь-то и вел меня, и показывал, какое у вас состояние. Господу угодно не книжного человека приводить. Как у Льва Мудрого написано, вы говорите, царя никто не будет до этого знать. И пытаетесь по-человечески подогнать это, и скрываете своего там лжецарька. Вы не понимаете, что в другом писании говорится, что его будут знать, но не распознают, что внутри у него. Поэтому не надо ложно скрывать своего лжецарька. Он уже писанием разбит. Кто имеет уши, да услышит. И вот у Льва Мудрого сказано наоборот, что придут к простому царю, который из простого народа будет, но знатного царского рода, так же говорится. Придут с длинными бородами, в длинных каких-то одеждах, и с длинными кошельками. И придут и будут удивляться, что царь такой, не такой, какого они ждали вообще. Они ждали, чтобы с бородой такой же, как у них был, но подлиннее. С кошельком, да побольше. С одеждой, да еще покрасивее немного. А за царя сказано, что он несколько раз только оденет царские облачения. Не для этого мы идем, чтобы красоваться, как-то показывать себя. Здесь говорится о том, что вы рядом находитесь, да не знаете, что Дух Святый в сердце моем. И хулите Его, и называете, что это бес. А Господь мне дает разумение в Писании. Тоже скажете, что бес дает мне такое разумение, да? Вы говорите, что меня бес поставил, я самозванец всякий. А Писанием я доказываю то, что там написано обо мне. Там сказано Илья, пророк еще раз, он будет сохранен от этих сатанинских документов. У него одного единственного из архиереев будет не нарушено крещение, когда говорится о том, что в руках он будет держать запечатление. И людей запечатлевать, это есть крещение. Не понимая этого, вы ожидаете какого царя, вы ожидаете антихриста. Вы полностью молитесь за царя вне Ильи, пророка, который уже Бог поставил. Вы вынимаете частички за антихриста, даже если вы меня не принимаете. Вот истина. Илья, пророк, это и есть православный царь. А ожидаю вне Ильи, пророка, вы все это время так и ожидали. Вы постоянно частички вынимали за антихриста. Поэтому вы и не приняли от Духа Святаго то, что сейчас происходит. Но Господь посрамит вас еще больше, и явит силу великую, как и сказала госпожа Дивная Богородица, что она сама обо мне откроет. И я знаю, когда мама говорит, она исполняет. Поэтому вы уже отжившие, а не поминающие. Вы как отсохшие ветки. Вы даже не понимаете того, что вы называете себя не поминающей ЭМП. Значит, вы говорите, что может быть патриарх в московской патриархии. И не может быть, а что он и есть. Ну, святые отцы говорят другое. Святой Филарет Вознесенский, вы же посылаете к ним причащаться, вот именно к зарубежникам, да? Вот посмотрите, какие вы лукавые. Причащаться туда, посылаете к тем, которые документацию имеют сатанинскую, именно благословляют даже биометрические. Это Сафрония Архиеписка. Вы туда лукаво посылаете людей и говорите, ну, а кому еще послать? Вы точно так же говорили, ну, ходите пока к еретикам, а кому еще ходить? И вот вы называетесь ЭМП. Ну, святые отцы у нас говорили, что не мог. Вот у нас как святая церковь, наша мать, говорит о том, что у нас после того, как патриарх Тихон указ номер 362 создал, благодаря этому указу и церковь митрополиями сохранялась. Одна часть РПЦЗ, которые исповедники, это всем понятно, известно, другая катакомники, которые сейчас ныне прославлены, и та третья одна часть, которая подписала декларацию, она была в меньшинстве, как свидетельствует Филарет Вознесенский. И вот именно вот это в меньшинстве взяла на себя как бы полноту церковную и захотела без двух частей исповедников возомнить о себе, что она может полноту сделать. И так как имела место в России и власть себе в сообщнике, она же отвергается апостольскими правилами и все сообщающиеся с ними. И вот, и поэтому здесь никакой не могло быть патриархии. Московская, она сохраняла благодать, как метрополия. И вы не понимаете, что вы обычные катакомбники, вышли в Непомин и говорите, вот свидетельствует о вас же, о нас же свидетельствует Филарет Вознесенский. Он говорит, все, кто выходят из МП в Непомин, это духом едины с РПЦЗ катакомбники. Это святые отцы говорят. Это у нас такой же катакомбник Феодосий Кавказский в преподобии Иоанна Богослов. И это одно целое, воистину так и есть. И сказано, что именно с щепок, корабль на щепке разобьется, но Господь потом соберет из щепок. Ну какой щепкой, допустим, являешься ты, агеевец, со своей там общиной? Вы вообще называете себя теми, кто раньше, как церковь, называлась при царском времени. А сейчас что, церковь у нас не живет? Ведь она же гонение испытывает, а вы вне ее. Вы кто вообще? Вы раскольники воистину. Вы не признаете, агеев не признает патриарха Тихона. А раз не признает, собор не признает. Значит, как получилось? Красный дракон пришел, а его что, по местным соборам никто не анафематствовал? Это как так? Неужели Господь благой такое допустил? Конечно, нет, братья и сестры, не слушайте таких хулителей. Господь дивный попустил им в пасе в искушение, когда они государя предали, а потом они покаялись и кровью своей запечатлели, и делами, собором, отлучением, анафемой красной власти и так далее. И вот именно зарубежники, они только принимали именно, то есть они не принимали, что патриарх вообще мог быть после патриарха Тихона. Поэтому, если называлось московской патриархией, если зарубежники называли церковь мать московской патриархии, то имели в виду вообще Петрополянского, которого упоминали. Как место блюстителя патриаршего престола патриарха Тихона. А ведь еретики и мпшники говорят, вот видите, как они писали, они все-таки называли матерью мп. Да еретики вы, вонючие, никогда они вас не называли матерью. Вот видите, какое злочестие и нечестие подается народу, а народ накушался этой заразы. Поэтому, друзья, распространяйте это все. Пусть кто-то из непоминающих теребитий, что истину боитесь или боитесь разбежаться потом. Что вы боитесь-то? А если вы говорите, претендуете на истину, так выйдите на диспут. Мы вам вопросы зададим, вы нам зададите вопросы и конкретно друг другу ответы сделаем. И пусть народ это увидит. Давайте перед народом это сделаем. Почему же вы боитесь? Выйдите. Я говорю вам, что у вас тяжелое положение, вы же все умирать будете. Так же и Авочка Рафаил, так же и мы, и все, все умирать будут, все перед Богом станут. Я вам сейчас доказываю Писанием, святым, что Господь доказывает, что я Романов от того, что искупительство должно на мне отпечаток быть или на том, кто царь. Я вам сейчас говорю, что это вот Господь сохранил меня от предательства, вы у действующей документацию впасть, сохранил крещение неповрежденное. Это мог только Бог сделать? Конечно, да. Чем я могу доказать? В Писании написано. А оказывается, этот царь, это еще Илья Пророк, потому что это один всего человек, который будет с неповрежденным крещением. И отцы святые толкуют, что это будет поправлять Илья Крещение. Ангел с Востока, как говорят отцы, Викторин Петовийский, это есть Илья Пророк. И Господь четко Духом Святым открыл ему это. У святых, когда мы читаем толкование, не разом нужно читать, потому что вы видите некоторое, допустим, разницу, различие какое-то. Их надо читать по крупицам, молясь Господу, и увидите потом, когда надо. Там немного взяли, там немного взяли, и картина целая. Вот, как говорится, маслом. И соединяется то, что потом во славу Божию идет. Слава тебе, Господи наш. Поэтому вы все не поминающие. Вот это Господь вам показывает через меня, открывает истину, что никакого МП не было. Вы кто тогда вообще? Вы катакомбники обычно. Поэтому Господь то и сохранил, и подал мне именно ахиротонию от зарубежников. А вы говорите, что вот, агафангел по-школски запретил, вот, то есть, ну, отказался, открестился, там, что-то написал непонятно. И не понимаете, что это еретик, он благословляет печати на лоб. Я вам еще в 2008 года, за 4 года до хиротонии, когда ветка наша пошла, показал вот эту вот хулу его. И вы никак не понимаете, что у них синод зарегистрирована, это иудейская власть. Господь не может там родить помазанника, а по вашему исповеданию, значит, там должен помазанник родиться. То есть, значит, он должен родиться предателем, да? Вы хульники и богохульники, вот вы кто. Господь меня защитил Писанием, и каждый, кто меня не будет принимать, вы все умирать будете, но знаете, вы будете умирать в страшных муках, потому что Господь меня еще раз говорю, защитил святым откровением. Там сказано, кто не будет с Ильей Пророком, все будут с Антихристом. Поэтому вот вот это заблуждение, которое, истину, которую Господь через меня открывает, вот то заблуждение, в которое весь народ сейчас вот впал, через кого Господь открывает, сказано в пророчествах, придет царь, откроет всю правду Бог через него. Так я вам сколько уже вещей говорю, тех заблуждений, которые вам до этого никто не открывал. Слова, которые я говорю, подтверждаю святыми отцами. Почему вы не можете признать, неужели вы желаете быть упорствующими еретиками? Неужели вы желаете быть упорствующими еретиками? У Агеева там вообще беда какая-то, что получается. Полностью архиепископство у него идет от Кириака Тимирцидия, это вообще от украинских Роскова-то вообще никакого к 15-ти поместным церквам отношения не имеет. Никакого. Что это вообще такое происходит? Тот документ, который у него есть у Агеева, там, наречение его епископа, а где сама хиротония его епископа. И все в один день. И документ этот свидетельствует, что человек его рукоположил, тот, который от какой-то поместный московский патриархат, еще один. Но только не МП, который здесь есть. Это что такое вообще? Это что за хула такая на Господа идет? И почему вы там находитесь рядом и не слышите? Вы неужели совсем такие тепло-хладные стали? Или вы думаете, что если у вас сердце горячее, вы легко распространяетесь на зло, вы думаете об этом говорится, что вот сразу вы говорите, о, мы не тепло-хладные, у меня горячность такая. Да бессовестный ты и невежда в Писании. Говорится о тепло-хладном отношении к вере. Отношение к вере, оно есть либо горячее, либо холодное, либо тепло-хладное. И не надо свое страстное сердце к этому относить, как многие себя так ведут и показывают. Человек может быть горячий, холодный здесь, а к вере вообще тепло-хладный, и вообще безразличный полностью. Разве не так? Так. Поэтому все те вы непоминающие, которые находитесь, непоминающие вы кого, я сейчас вам кратко обосновал на основании святых отцов, что МП не может быть поместной. Вы можете ее поместным считать только тогда, когда представите мне документы, что РПЦЗ и катакомбники уже прославленные, новомученики, исповедники российские, они какие-то еретики, упаси Господи, и у вас документы на это есть. Тогда мог московский патриархат собрать полноту поместного собора. И тогда мог себе патриарха поставить. В противном случае он этого сделать не мог. И церковь сохранялась толком на основании 362 указа патриарха Тихона. Дивного и мудрого патриарха Тихона Господь через него так мудро поступил, земной поклонному и всем исповедникам, и всем святым отцам. Поэтому я и пытаюсь вам объяснить, как же вы так? А если вы думаете, что можете собрать и вот так вот патриарх все-таки может быть, и вы есть богохульники и самые настоящие раскольники, и вы хулители, и как иуды ходите и новомучеников исповедников иконы целуете. Сколько я уже ваших неправ скрыл! Кто это мне открывает, скажите? Опять похулите! Господь мне открывает! Если вы не услышите, то знайте, еще раз вам повторю, вы вынимаете частички на Божественной Литургии за Антихриста, когда не понимаете, что Илья Пророк это и есть русский православный царь одно лицо, когда вы говорите, зная, что я полностью без документов этих РФовских и никогда их не имел, и вы знаете это и говорите, что я от сатаны действую, тогда вы вообще сами себе противоречите. то Бог вразумляет людей и может открыть, а я вам скажу в Писании открыто, что именно Бог сохранит Илью Пророка, который будет крещение иметь неповрежденное, и это и есть русский православный царь, это открыто, и вы не понимаете, именно сюда должен прийти Илья и Енох, где завет восстанавливают, а не там, где предали завет, ведь сказано остаток иудеи спасется, поэтому говорить, что там проповедовать будут, Писание говорит, что тела их туда выбросят, вот что говорится, но никак не о том, что их убьют там, и они там будут жить, там находиться и проповедовать там, нет такой информации ни в толковании святых отцов, ни в Писании, поэтому вы сами себе накрутили, навертели в головах и имеете неправильное представление, впали то же самое прельщение, в которое впали иудеи, когда Христос пришел, ибо еще до пришествия Христа они имели неправильное представление о том, что придет земной царь и все устроит. Так же и здесь перед принятием именно перед приходом царя православного Господь управляет такое же подобие, кто имеет уши, да услышит. почему я вам говорю всем непоминающим хватит уже людей в погибель вести, выходите, если вы за истину идете и не боитесь, кто из вас хоть выйдет, давайте. Что же, настолько я презренен вам, что вы даже не выйдете вот так вот и не защититесь, но тогда скажу вам, что на суде Христовом отраднее будет тем людям, пророкам Вааловым, которые за своего беса Ваала вышли заступаться, а вы настолько возгордились Антихристовым Духом, причащаясь, что даже и здесь не считаете нужным как бы свысока смотря отвечать кому-то. Вот дело ваше и вот слова Писания, которые говорят, в котором вы не разумеете. А кому Господь дает ключ разумения от Писания? Конечно же, тем, кого избирает и поставляет. Если хоть кто-то из вас непоминающий Господа хоть немного любит, тогда знаете, любовь она всегда о себе забывает, она топчет гордыню. Такой человек может быть и одумается и услышит, и хоть как-то выйдет на связь, потому что люди гибнут. Это я удивляюсь, почему вы не приняли, не поняли, что это Антихрист, предстоятель Ирефии. Как же вы пропустили его, он нам вон стал. Если сами говорите, что на амвоне царь не мог говорить проповеди стоять, буручи не священником, сами говорите это. Но тут же иудействующий на амвон зашел в русской церкви православной и все промолчали, никто это не сказал об этом. А разве это не признак? Иудействующая власть, которой крещение нарушают отцы святые, говорили, разве это не при антихристе будет? Вы не распознали ни Писание, ни Илью пророка, и не распознали и антихриста, поэтому взяли и действующие документы. И ты, Алексей, возвысившийся уже с Третьего Рима, так же можешь до ада легко низвергнуться. И Господь, когда начнет и возьмется за вас, посмотрите, как он вас тряханет, потому что еще раз говорю, люди за вами идут, а вы их в погибель ведете и в ересь всякую. Выйдите и защитите чашу и скажите, что вы не за антихриста частицы вынимаете, а я вам доказываю на основании Святого Писания и Святых Отцов. Нил Мироточивый святой говорил, что именно антихрист будет печатать людей, поэтому Авель Семенов не распознал, хотя добрые такие фильмы сделал славные, но он говорит, что святые Бог что-то изменил, уже печатают людей. Нет, отец Авель, нет, все правильно отцы сказали, именно через антихриста будут печатать, именно тогда он и пришел, но люди не распознали, он постоянно встает на православные троны, в Грецию ездит, он собирает соборы вместе с Кириллом Гундяевым, и где стоит символ веры, читают, и он на иконочке Христа такие маленькие, а он себя таким огромным поставил туда. Многие вообще там, кто в МП находится, не понимают, все ждут, нельзя выходить в Нипомин, нельзя, пока не изменит символ веры. Ну, вот и я вам скажу, сама ситуация, когда люди читают на литургии божественной, вы же согласны все, что дороже литургии ничего у нас нет там, где проливается кровь Господа нашего Иисуса Христа в наше спасение. И вот там читается слово «оглашенные изыдите». Оглашенные на месте остались, никто не послушался сего гласа, сотворили лукавство перед Богом и тут же начали символ веры читать. Это что, не нарушение? Это самое дорогое для Господа нашего Иисуса Христа нарушение предательства. Какого вы еще ждете? Изменение символа веры. Вы Бога не любите, не знаете, и вы находитесь в этой болевотине еретической. Уже открыто вам сказали, предстоятели эрефии собираются и миноры зажигают в иудейских своих синагогах. Они это делают открыто, это не осуждение и не обвинение какое-то. Это их исповедание. Они открыто это делают, и не только они одни, а все друзья их, тоже начальствующие, из депутатов и так далее. Они идут, миноры зажигают, иудействующие, а потом идут по православным храмам, разбредаются. И скажите мне, как может Христос соединиться с Велиаром? А МП соединяет. Упаси Господи, не будет такого никогда. Господь уйдет от этого нечестия, конечно же, ушел оттуда. Это все предательство. Терпел до времени Господь эту митрополию московскую. И через помазанника открывает, что не была она для Бога великого и страшного патриархии. А вы когда называете себя непоминающей патриархию, они не признавали эти отцы патриархию. А если вы признаете патриархию, тогда скажу вам так. РПЦ записало, когда Сталин умер, какое нечестие свершилось. Целой поместной церковью поклонились дракону красному в виде Сталина. Да не будет сего. Нет, конечно, не всею церковью. Поэтому если бы она была, как вы говорите, МП и патриархи там были, тогда бы она всею поместную церковью поклонилась дракону красному. И вы так делом-то и показываете, исповедуя, что вы МП, именно непоминающий МП. Понимаете вы это или нет, о чем я говорю? Когда вы начали отвергать того помазанника, кого Бог послал, посмотрите, в какой нечестие вы оказались. Если сейчас не услышите, что Господь вам пытается сказать за тот народ, который вы ведете и специально скрываете мои слова, чтобы они не слышали, за весь этот народ Господь вам воздаст. Он накажет вас. Я это вам предвозвещаю как помазанник, как Илья и как патриарх. Конституция, в ней, в сердцевине есть. Хула на сам искупительный подвиг Господа Иисуса Христа, когда говорится, что запрещается исповедовать их, вести пропаганду всякой религии о исключительности своей. И каждый, кто принял документы иудейские, в такую хулу подписался. Это есть отречение от самого Господа. Это есть великая хула. Кто с вас снял ее? Кто вам крещение восстановил непоминающий? Вы говорите, мы покаялись и добре. Да как же ты так говоришь? Писание говорит, что не может никак само крещение восстановиться. Надо, чтобы кто-то восстановил его. И конечно же показывают в откровении будет Илья, который будет запечатлевать и восстанавливать. А вы когда против Писания такое говорите, вы есть еретики, вы не хотите принять, хотите царьками где-то жить, сами власть какую-то иметь, вас там кормят обувают, бессовестные за все это будете отвечать, за все будете платить. Верую, что ту правду, которую я говорю, еще мужи есть, которые любят Господа и услышат. И, как говорится, шею вам намылят еще в свое время. Но сейчас именно люди, пока не пришло время, когда говорится отрокам, что сперва царь будет без даров, а потом ему дары дадутся. И Писание это подтверждает. Пока это не исполнилось сейчас, сколько людей сейчас погибают под вашим еретическим окормлением, в ослеплении находящемся, кушая это АСД зловонное. Как его можно есть, еще ссылаются, что вот в книге странника написан это добрый, он там тоже лечился. Он ноги руки мазал тело, а не жрал его, и хватит лукаво это оправдывать. Какое бессовестное состояние. От иудейской власти чистый паспорт. Это кто такое может сказать, да еще проповедовать об этом и продавливать. Третий Рим Алешенька, кто же это может такое делать, скажи мне. Вот пусть народ тебя рассудит сам, слышит твое слово и мое слово. Пока еще не пришел суд Божий над всеми людьми. Поэтому те еще непоминающие, которые понимают, какое время страшное идет, и что Господь собирает соборы. Вы должны обосновать, почему вы не с нами. Какое у вас обоснование? Агеев говорит, меня там не было на видеозаписи, поэтому я не могу принять, и другие говорят, то с ним, нас там не было. А с чего вы взяли, что вы можете быть там с нарушенным крещением? С нарушенным крещением человек не имеет слова права голоса в церкви. Господь собрал только мотех, которые услышали. Придете дальше, и вы будете на соборах, еще много их будет, Бог даст, еще со старобрядцами вопросы решать надо. А те, которые услышат это, и все равно не захотят объединяться, и будут сидеть, ой, мы ждем батюшку Серафима Саровского, ой, мы ждем, он все нам рассудит, когда я вам писание уже сказал, и это, и то, и вы в этом состоянии умираете, и я вам говорю это, какое позорище это и будет судом вам. Поэтому Господь сказал в видении ученика Григория Нового, то есть ученика Григория Василия Нового, именно там сказал, что самые лукавые в последнее время будут, почток крещения нарушили, говорит Господь. И вы сейчас готовы сидеть с нарушенным крещением, то есть да, это что тогда говорится о том, мы все услышали, да, крещение у нас нарушено, все нарушено, мы также будем ходить с нарушенным крещением причащаться, мы также будем с нарушенным крещением ходить священники в алтарь заходить, хулить Господа, да, мы все это будем также делать и ждать батюшку Серафима Саровского. Вот вы что говорите, хульники вонючие, вот вы кто, ваши дела подтверждают, что вы лукавые. не за царя православного, антихрист лукавые, вы становитесь такими же, поэтому я еще раз вам говорю, неужели не страшно вам, бессовестные, Господи, коснись сердца хоть кого-то, кто из них хоть может услышать, сколько людей находятся в тяжелом положении, а вы, дорогие мои друзья, братья и сестры, я вас периодически прошу распространять, пораспространяйте везде непоминающим, везде, где можно, спаси всех, Господи, да спасется хоть кто-то, кто услышит. Всех поздравляю с праздником, свет Христов в день крещения, да просвети ты слово мое грешное, для славы Божьей. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok